У одних задача устоять, у других завоевать, третий лишь в ожидании сезона, а о работе Совета при губернаторе Приморского края мы узнаем в ближайшие полчаса. Здравствуйте, я Юрий Пикалов, в эфире программа «В центре внимания». У нас в гостях генеральный менеджер баскетбольного клуба «Спартак Приморья», волейбольного клуба «Приморья» и председатель Совета по развитию физкультуры и спорта при губернаторе Приморского края Эдуард Сандлер. Эдуард, здравствуйте. Телефон прямого эфира 220-92-96. Звоните, задавайте, пожалуйста, свои вопросы нашему гостю. Поздравляю вас с выходом «Спартака Приморья» в финал четырех Кубка России по баскетболу. И хотелось бы сказать, второй год подряд мы выходим и все те же эмоции, как и в первый раз. Абсолютно, даже в этом сезоне я испытал более положительные эмоции, потому что считал, что задача более сложнее для сегодняшней команды. Выход в финал четырех Кубка России. Все-таки каждая команда живет сезонами, и в сегодняшнем составе почти не осталось тех исполнителей, которые добивались тех побед. И с нуля всегда ковать победы тяжело. Тем более мы единственные, кто попали в четвертьфинальную пару на команду Лиги ВТБ. Все остальные команды, которые прошли финал четырех, они играли с более слабыми командами. И только наша пара была такая напряженная, как и в прошлом году с Нижним Новгородом. В этом сезоне мы уже не раз доказывали командам, которые выступают в Лиге ВТБ, что мы пусть далеко находимся, пусть не участвуем в этой лиге, но мы не слабее. Наши победы, феерические победы в Краснодаре, победы в Казани над УНИК совместным доказали, что Спартак Приморья сбрасывать со счетов рано. Но тем не менее, нам понравилось быть участниками такого большого спортивного праздника, как финал четырех. Да, абсолютно. В прошлом году мы завоевали серебро. Турнир проходил в Самаре, там участвовали сильнейшие клубы России, одни из сильнейших. Питерский Спартак занял только третье место. Самара выиграла кубок, мы были вторые. Это серьезный результат, который мы надеялись повторить. Поэтому ставили единственную спортивную задачу на сезон в своей команде – это попадание в финал Кубка России. Дальше уже будем действовать по ситуации и бороться за места, потому что здесь уже включается спортивный фактор каждого спортсмена. Самодача запредельная. А можно ли представить, помечтать о том, что столицей предстоящего финала четырех станет Владивосток? Абсолютно возможно. И я скажу больше, что прямо сейчас, прямо сегодня этот вопрос обсуждается. После программы мы будем с представителями приморской власти созваниваться с руководителями Федерации баскетбола. Мы уже этот диалог ведем сутки. Претендует Самара, претендует Владивосток. Самара принимала этот турнир в прошлом году. Им это очень понравилось, потому что ажиотаж колоссальный. Развитие и внимание к виду спорта колоссальное. Но в этом контексте Владивостоку тоже бы хотелось этот турнир принять. И у нас есть сегодня все возможности для этого. К сожалению, к счастью, я прошу прощения, к счастью, в финале четырех Кубка России не нужна арена на пять тысяч. Как модно сейчас говорить, способен олимпийц этот турнир принять. И мы сейчас будем делать максимум для того, чтобы это сделать. А я слышал такую байку, якобы в Самаре пообещали в финал четырех, три года подряд. Да, это Самара сама такую байку сейчас придумала. Федерация заверилась, что договор еще не подписан. И все переговоры, вот эти трехсторонние, ведутся. Немаловажный фактор будет у команд, которые в финал вышли. Потому что они сейчас уже, ну я прошу прощения за сленг, немножечко плачут о том, что опять лететь. Опять в разгар топовых матчей в апреле. Это будет 16 апреля, как вы знаете. Ну, должны побороть эту ситуацию. Все-таки или сейчас Владивосток докажет, что это баскетбольная точка на карте. Или нам будет уже совсем сложно в следующем году бороться с этими политическими влияниями против нас. Какие аргументы мы предъявим? Вот в Федерации баскетбол России. Аргумент очень простой. Мы полноправные участники финала четырех. Никто, кроме нас и Самары, финал принимать не хочет. Самара уже принимала финал в прошлом году. И у нас есть сегодня все финансовые возможности, организационные, это сделать. И если Федерация, как она любит говорить сегодня, она отстаивает права Владивостока на всероссийской баскетбольной арене, пришло самое настоящее время это доказать на деле. Я вчера на подходе к Олимпийцу, когда шел на матч, поймал себе на мысли, что давно мы уже баскетбол не видели, на самом деле, больше двух месяцев. И уже кого-то из игроков даже забыл, кто пришел в команду, кто ушел из нее, под ким номерами играют. И мне как бы так даже показалось, что болельщиков будет мало на баскетболе. Мне почему-то так показалось. Но когда я зашел в зал, то я понял, что ошибся. На самом деле была очень мощная поддержка зрителей с первой минуты и до последней. Тем более сама игра носила интригу. То мы выходили в этот финал четырех, выигрываясь семь очков и более. То мы опять вылетали из этого финала, потому что волжане сокращали отставание. Вот вы как тому, что... Я давно не испытывал такого напряжения, скажу честно, по играм Спартака-Приморья. Потому что не буду кривить душой, мы сработаем не совсем на спортивный результат сегодня. А больше стараемся сохранить современную спортивную модель в регионе. С резервом, со всей инфраструктурой. И очень тяжело куда-то уходить внизу и потом подниматься. Это мы уже доказывали не раз во всех видах спорта. Поэтому больше я работаю на сохранение клуба. И этот матч это была действительно спортивная интрига. Интрига года для нас. Ажиотаж колоссальный. Болельщики сделали все для любимой команды. И то, как скандировали Спартак, что аж трясутся лампы. Но это вот спорт, он такой. И хорошо, что у жителей Владивостока есть возможность такие эмоции ощутить. Потому что это высший уровень спорта. Я напоминаю, телефон эфира 220-92-96. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Я почему в самом начале нашего эфира сказал, что у одних задача устоять. Я имею в виду именно баскетбольный клуб Спартак-Приморья. Вы относительно недавно вернулись из Москвы. Да, я присутствовал. Вы как-то там присутствовали, разговаривали, какие-то контуры сезона. Я присутствовал на совещании, на котором опять объединенная лига ВТБ строит диалог с Федерацией баскетбола о том... С позиции силы? Строит диалог о том, какой мог бы быть чемпионат России в будущем. Стало точно понятно, что профессиональная баскетбольная лига, которая проводила чемпионат России последние три года, прекращает свое существование. Это очевидно. Чемпионат по закону физической культуры и спорта остается в руках Российской Федерации баскетбола. Она вправе или проводить его дальше сама, или делегировать какой-либо другой лиге. На это претендует лига ВТБ. После этого совещания, скажу откровенно, никто ни о чем не договорился. Позиция лиги ВТБ абсолютно ультимативная. Мы не платим Федерацию ничего и платить не будем. Федерация настаивает на определенных взносах за передачу прав и настаивает на определенном пуле команд, включая нас, на полноправной части в лиге ВТБ. Лига ВТБ существует по своим правилам. Они говорят о том, что новые команды должны заходить через квалификацию и только при наличии определенной инфраструктуры согласно регламенту лиги ВТБ. Соответственно, немножечко абсурд, как, допустим, мы будем заходить в новый чемпионат через квалификацию. То есть мы должны сформировать команду, купить игроков. А если мы, допустим, ее проиграли, что дальше? То есть это абсурд. Это абсурдная модель. В итоге, что интересует приморских болельщиков? Судьба Спартака Приморья. То есть я не хочу разглагольствовать, все очень просто. В жесткой позиции нам сказали. Без новой арены Спартак Приморья в лигу не попадет. Уже нет никакой речи о перелетах, о каких-то дискриминирующих там еще аргументах. Только новый спортзал. Говоря простым языком. И у меня сейчас, ну я почему говорю, я уже с этим не могу бороться, к сожалению. Потому что у меня уже имидж даже менеджера, который два года уже всех обманывает. Меня публично даже там назвали, ну где-то лицемером, где-то еще. То, что я уже играю в такие игры, лишь бы сохранить команду. Я здесь уже так обещаю, здесь так. Я уже два года обещаю руководящим органам в Москве, что Спартак Приморья будет играть в новой арене. Нас по-хорошему не хотели брать даже в ПБЛ. Когда мы выиграли Суперлигу, нас не хотели брать в высший эшелон. Я достаточно эмоционально там обсуждая, доказал, что это вот со дня на день, через месяц, через два, дайте начать. Прошел год, мне опять спросили, я опять через кабинеты министров доказывал всем, что баскетбол надо сохранить, нас оставить. Прошел второй год, на меня уже как на клоуна смотрят. Все. Мои возможности бессильны. Я больше сделать ничего не могу, если в сентябре не будет арены. Мне поставлены такие условия. Поэтому я только надеюсь на наших руководителей и на строителей. Отсюда вопрос, как движется строительство. Потому что я уверен 100%, что руководители Приморского края, в том числе и губернатор Приморского края, вице-губернатор Приморского края по строительству, заинтересованы, хотят и каждый день работают для того, чтобы это произошло. Но подрядчики, это такие настолько порой контролируемые, порой неконтролируемые организации, что спрогнозировать невозможно. Сегодня говорят, да, это сентябрь. Верить в это не верить? Я не знаю. Я проезжаю все время на машине, смотрю и не понимаю. А вы мне как-то говорили, что крайний срок это июнь. Это еще был прошлый, август. Так. Прошлый, помните? Так, крайний срок это был. Потом весна, сейчас лето. Сейчас не говорят сентябрь. А начало сентября. Сентябрь. Точно. Вот я не понимаю, что дальше. А что говорить, что рассказывать? Я буду в июле уже принимать решения, потому что мне нужно принимать решения, как менеджеру команды, где играть дальше. Если в июле нельзя будет зайти в зал и увидеть хоть что-то, куда можно постелить паркет, поставить кольца, наверное... Мне нужно будет принимать решения, любые. Возможно, даже, ну, возможно, играть в низшей лиге. Еще год играть в лиге. И потом как-то возвращаться. Но это трагедия. Я согласен, это не лучшие времена. Но это не... То есть, я сделал все, что мог. Хорошо, давайте мы перейдем к волейболу, к нашей команде Приморья, которая в первом туре уже непосредственно борьбы за путевки в высшую лигу А. Этот тур прошла без поражений. Пять побед у подопечных Алексея Колесецкого. И мы один из туров, то есть второй тур, заполучили себе Владивосток. Да. А здесь как решали все вопросы с федерацией уже волейбола России? Не первый год работаем, научились решать задачи. То есть, стало понятно, как функционирует всероссийский спорт. Кто что хочет, кто что не хочет. Зачем, почему. То есть, научились это делать. Я съездил на переговоры в федерацию волейбола, и мы быстро нашли общий язык. Всем все понятно. Там даже намного чуть-чуть все попроще и позитивнее, чем в баскетболе, я вам скажу. Поэтому сейчас я как менеджер решаю задачу, как во Владивосток, не то что вернуть, получается, привести новый уровень волейбола, высшую лигуа. Это хороший, интересный уровень, на который будет интересно ходить болельщикам. И как показала практика, насколько совсем другой болельщик у волейбола. Я вот всех болельщиков в зале за много лет уже знаю в лицо в баскетболе. А на волейбол, когда мы собрали такой же аншлаг, вы помните, полный зал, там совсем другие люди. Значит, это кому-то интересно. И мы сплотились как команда. И мне кажется, мы, я уверен уже, что мы просто решим вопрос, выиграем высшую лигу Б и будем играть в высшей лиге А. Это однозначно. У нас хорошие традиции волейбола в Приморском крае. Они давно же идут и постоянно турниры проводились. На любительском уровне у нас в одно время и команда играла, а также в высшей лиге Б, по крайней мере. Потом прекратилось свое существование. Все славные традиции нужно возвращать, закреплять и максимально развивать. Поэтому все, что касается волейбола, баскетбола, мы сделаем максимум. Но и сейчас будем прилагать усилия на уровне совета, чтобы и другие виды спорта подтянулись, вышли на должный уровень, вернулись в элиту. Премьер футбольного клуба, чтобы они наконец-то вернулись в первую лигу, потом вышли в премьер-лигу. Это нормально, так должно быть. Завершая тему волейбола, все-таки мы уже понимаем, дай бог мы все решим задачу, выйдем в высшую лигу А. Я говорю про девушек. А там какие требования к организации чемпионата? Сегодня Владивосток и Олимпийц полностью подходят под требования высшей лиги А. Потолки низкие, эти балки, которые... Под требования суперлиги волейбольной, где играют уже сборная России, Гаммова и другие девушки, высший уровень волейбола Олимпийц уже снова не подходит. Но мы никуда не торопимся, волейбол не будет скачками перешагивать уровень. И я уверен, в тот момент, когда мы все-таки арену доделаем, там будет и волейбол, и баскетбол, и все будет правильно, красиво организовано. Совет, вы стали председателем Совета, вас избрали председателем Совета при губернаторе по развитию физкультуры и спорта в Приморском крае. Причем Совет по физкультуре и спорту избрался одним из первых, еще в конце прошлого года. Наверное, нам больше всех нужно. Наверное. И он уже, я надеюсь, работает больше двух месяцев. У вас одна из первых встреч была еще в конце января. Вы собирались, в частности, по болезненному такому вопросу, по аренам. По аренам в Приморье, сколько я знаю. Да. Вообще, хотелось бы начать с того, что насколько правильно, насколько своевременно это предложение, это позиция губернатора по созданию таких общественных экспертных советов. Это действительно со временем может стать эффективным инструментом диалога между исполнительной властью, законодательной и общественностью. Это интересно, правильно, и мы сегодня со всей душой погрузились в эту работу. Но как любая работа требует времени. И не все сейчас получается так, как мы идеализировали, может быть, перед началом себе. Но мы системно собираемся, системно принимаем решения и пытаемся влиять через эти решения на решение исполнительной власти. Да, собирались, обсуждали объекты инфраструктуры, многое проговорили, многое стало понятно, что в существующей программе развития физкультуры и спорта сегодня стоит реализовывать, уделять этому внимание, чего, возможно, не стоит делать, согласно целям и задачам, и согласно возможностям финансовым. Много интересных вопросов. Один из последних, вот что приходит мне на ум, интересный вопрос по спортивному комплексу «Снеговая пать». В районе «Снеговая пать», как известно, там город строит муниципальный физкультурно-завитный комплекс с бассейном, с хоккейной коробкой и тренировочным залом. И вот в диалоге, вообще в диалоге с общественностью спортивной стало понятно, что возможно, возможно, ни к чему в том районе хоккейная коробка. Настолько дорогая в обслуживании за счет средств муниципального бюджета, а их у них очень мало на спорт. Дорогая в обслуживании, очень дорогой, как вид спорта сам, очень элитный для детей. То есть, чтобы ребенка отправить в хоккей, нужно очень большую сумму средств потратить. Сегодня, пока большого хоккея еще нет, некому, как в баскетболе, в волейболе взять всех детей себе и бесплатно их организовать для родителей. То есть, сложная ситуация. И в большом диалоге стало понятно, что намного функциональней в этой плоскости, в этом помещении сделать универсальный трехплощадочный игровой зал. То есть, вы понимаете, когда три площадки одновременно, и проходняк почти 100 детей одновременно может играть. Волейбол, гонбол, баскетбол, футзал, что угодно. Это делится сеточкой и спокойно функционирует. Содержание минимум, функциональ и максимум привлечение детей бесплатно колоссальное. За счет того, что тем более есть клубы игровые. Футбол, волейбол, баскетбол. Те системы, которые тратят деньги на аренду залов, тратят деньги на своих детей. То есть, это будет и востребовано экономически, и функционально. Это настолько грамотно. И мы донесли это главе города. Реально ему донесли. Он в это поверил, согласился, ну и некоторые указания дал. Так что происходит дальше? Подрядчики не согласны. Подрядчики пытаются сегодня нам сформировать ситуацию, как будто уже точка невозврата пройдена. Что как будто они закупили оборудование, как будто что-то еще происходит. На самом деле нет. Пока просто гольные стены. Принимай любые решения. Подрядчикам какая разница? Ну, я честно не знаю. Это тот же подрядчик, который строит КСК, он же и строит, компанию не называем, вот этот подрядчик всем известен. И они убеждают муниципалитет, что точка невозврата пройдена, что не купили оборудование. На деле сейчас стройка стоит. Никакое оборудование не куплено, потому что там каких-то средств нет. То есть все это на поверхности, ну, как будто тема умерла. И вот сейчас основная цель Совета действительно поднять настолько общественный резонанс, чтобы стало понятно и власти, и подрядчику, что если что-то мы сегодня строим, то мы строим то, что будет востребовано дальше общество. Что мы слишком много уже запустили объектов, которые не востребованы. Последний пример, хоть не такой самый худший, там, ледовый каток в Чугуевке. Сколько лет были споры, непонятно, что там делать. Да, он сейчас задействован, но это немножечко не тот объект по цене. Это с тем, сколько там живет людей, сколько занимается спортом. Все должно быть более грамотно. И главное, что руководители это понимают. И губернаторы, и мэры не понимают многое в спорте, не слышат. Существует нормальный открытый диалог. У меня сегодня диалог с губернатором о спорте. Он все понимает, все правильные указания дает, все делает. Но понятно, что у него другой объем сейчас, другую работу ведет. И мы не собираемся на него спорт вешать, чтобы он там решение принимал. Он сегодня говорит, ребята, вы принимаете решение, вы рекомендуете. Потому что... В своем совете вы находите... У вас единое мнение, единое понимание ситуации. Большая дискуссия. Чем интересен совет? Потому что там очень разные люди. Очень разные люди избрались. Где-то помладше, где-то постарше. Где-то это люди больше в экономике разбираются. Где-то просто были тренеры успешные. Кто-то руководит учреждениями, там, учреждением Олимпийского резерва, ШВСМ. Разные люди. И главное то, что всех объединяет понимание, что нужно двигаться. То есть, если сегодня я готов тратить свое время каждый день на решение этих вопросов. Общаться с властью. У меня налажен нормальный диалог за годы моей работы. С исполнительной властью. Я готов ходить и за это отстаивать. И люди это понимают. Они поэтому выбирают меня. Потому что у каждого есть еще свои задачи. Кто-то, у кого-то есть такой опыт, у кого-то такой. Мне очень приятно было это доверие. Я с удовольствием его сейчас реализовываю. И вся моя система, особенно менеджмента и офиса, которые вокруг меня выстроены, она вся работает на интересы совета теперь тоже. Это выгодно. Все это понимают. Поэтому у нас и определенный такой есть комплайс, понимание друг друга. Но и там такие трения по разным вопросам тоже присутствуют. Все-таки вы склонны к тому, чтобы вот этот спортивный комплекс на стековой паде, он стал многофункциональным. Чтобы он не был... Конечно. Очень сложно сегодня. Сегодня успешно... Как же вы учители тогда? Я не могу понять. Сегодня успешно функционируют хоккейные коробки, которые частные. Пример спорткомплекса Полис, уникальный пример. То есть частный бизнес строит коробку, она заполнена с 6 утра до 4 утра. То есть полностью, 24 часа в сутки почти коробка действует. Это успешный проект. Сегодня правильно разрабатывается модель организации управления КСК где-то по льду. Где-то там будет хоккей, возможно, команда появится, продажа льда. Это нормально. Но вешать такие коробки на муниципалитет очень сложно. Очень сложно. В Чугуевке она сначала встала полностью, потому что там таких средств нет. Ее передали в краевую собственность, дальше деньги пошли. Сегодня повесят на баланс такую коробку Владивостоку. Это очень большие средства. Очень быстрее. И она не сможет столько зарабатывать. Если там будет три площадки, то тогда придут системы с деньгами и будут платить. Экономический фактор включается. Арена будет немножечко самоокупаемая. На какое количество зрителей? Там по три тысячи. Там бы можно было тоже играть, если модернизировать арену. Я сейчас хотел сказать. Для этого можно спокойно играть. Плюсов очень много, включая профессиональные клубы. Включая профессиональные клубы в том числе. То есть волейбольный клуб Приморья, баскетбольный клуб Спартак Приморья. Могли бы там играть и абсолютно не зариться на КСГ. Потому что прогнозируя будущее, если не лукавить, становится понятно, что в скором будущем возможно появление команды КХЛ. Возможно в Владивостоке. И это должно случиться. Может быть не в этом сезоне, потому что Аврал, но это должно случиться. И я вас гарантирую, никогда большой волейбол, большой баскетбол и КХЛ не поделят одну площадку. Это невозможно. Это нереально, да. Синхронизировать календари, причем при той системе фундаментальной КХЛ, которая никогда не идет почти на переносы. И это показывает опыт всех больших аренд в других городах. Мы общались. Уфа, Казань, нигде. Они не идут на переносы. Поэтому пострадает и волейбол, и баскетбол. При том, что КСК по-любому поставит ситуацию, когда им нужно будет зарабатывать. Значит проводить больше концертов. Потому что они прибыльные. И тогда там спорт высших достижений потеряется. Потому что сейчас мы опять много разговариваем, разрабатываем, возможно, новый проект какой-то простейшей универсальной арены. На примере любых подмосковных. Там Химки, Видное, Триумф на 3000. Идет диалог, он почти понятен власти. Возможно, этот проект будет реализован. Это было бы оптимально, во-первых. Она бы заполнялась регулярно. Во-вторых, она была бы в центре города. Ну, в черте города. Я ни в коем случае не хочу сказать, что КСК не функционально или не подходит. Но это может быть проблемой, которую опять предложат решать сиюминутно. Сиюминутно. Вот разбирайтесь. Зачем? Можно спрогнозировать это намного раньше. Я уже сейчас понимаю, что это невозможно. А КХЛ неотвратимо? Ну, это нормально. Иметь арену такую и не иметь команды КХЛ. Ну, как-то неразумно. Я думаю, что все-таки разумно было. При наличии команды в Хабаровске... Ну, команда в Хабаровске нашла годами КХЛ. Смотрите, я лично не верю в чудеса. Я не верю, что можно вот так взять и создать команду КХЛ. Потому что, во-первых, не лукавляй. Это другие деньги. Это в два раза больше средств, чем все профессиональные клубы сегодня. Вместе с Ядлой. КХЛ Владивостока, футбол, баскетбол, волейбол, бометон, все вместе. И с медведей туда же. Все вместе. Это больше средств. Прецеденты показывают, что не так много сегодня компаний настолько подвижных, готовых такие средства в спорт занести. Может быть, они что-то пока обещают, но этому тоже верить нельзя. Плюс регламент КХЛ настолько жесткий и беспринципный, что он не позволяет команде, как к баскетболу, приехать менеджеру, наговорить всем, наобещать и заявиться. Там нужны гарантии государства в письменном виде. Гарантии банка 10 миллионов евро в письменном виде. И много-много еще позиций. Пускай нам идут сейчас на встречу, предлагают заявляться без дубля, без школы первый год. Но это тоже искусственная ситуация. Она должна действительно постепенно развиваться. Возможно, с МХЛ сначала, с высшей лиги. Но мое мнение пока прямо не спрашивают по этому поводу. Я его сильно не выпячиваю. Хотя у меня как хобби, я уже регламент КХЛ изучил. Хобби я там... Я с людьми, с которыми я разговариваю, тоже не последний в этом крае, который работает в спорте не первые десяток лет. И когда меня спрашивают, как ты относишься к возникновению КХЛ именно в этом сезоне. Мы сходимся во мнении, что это... Юрий, вот я, например, как баскетбольный менеджер, был бы счастлив, если бы 5 сентября, когда начало сезона КХЛ, он бы начался у команды КХЛ. Это только означает то, что 5 сентября он начнется и у Спартака Приморья в лиге ВТБ. Поэтому я напрямую заинтересован, чтобы, если у кого-то есть такая мотивация команду КХЛ создать, чтобы она создалась. Концертно-спортивный комплекс 5 сентября открылся. Там прошла первая игра КХЛ, а 10 октября первая игра баскетбольного клуба. Эдуард, вы знаете, это же невозможно. Я в чудеса не верю, поэтому работаю. Чтобы краска только высохла и запускать только КХЛ. Юрий, я не верю в чудеса и сказки. Потому что надо его пробирать, прогнать в близкое искать. За 4 года в председательном спорте хоть чуть-чуть стало ясно. Есть примеры и других городов, как начинали, как делали. Поэтому нужно максимально сейчас сохранить то, что имеем. То, что конкретно существует. Футбольный клуб «Луч-энергия» должны вернуться в первую лигу. Обязательно. И собирать пока лишь на «Динамо» первую лигу. Потом они должны построить стадион футбольный. Это есть в планах. И, возможно, вернуться в премьер-лигу, что, конечно, очень сложно. Но это футбол. Футбол должен быть, он должен играть. Сохранить «Спартак Приморья» в том виде, в котором он хотя бы есть. Сохранить те фундаментальные вещи, которые мы создали годами. И вывести волейбол на более-менее вменяемый средний уровень, интересный зрителям. Играть в нем бомбинтон, высший уровень. Колоссальный. То есть есть красивые турниры, команда добивается результатов. Спидвей на хорошем уровне. Все. Вот это сегодня фундамент приморского спорта. Эдуард, у нас есть звоночек. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Слушай вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Викторовна. Я предоставляю интересы своей дочери, которая подает надежду в большом теннисе. Значит, я хотела бы узнать следующее. Значит, есть ли в планах развития, значит, большого тенниса в нашем городе, вот, как вы себе видите, потому что в городе Хабаровске этот вид спорта больше развит, чем у нас. А у нас, в частности, не хватает открытых кортов. Спасибо за вопрос. Я не могу сказать, да, выезжать за границу. Понятно. Там больше времени. Как я себе понимаю, большой теннис – это такая очень большая индивидуальная работа. И почти все успешные теннисисты, где бы они ни родились и где бы этот спорт ни культивировался, все в итоге путешествуют по стране, приезжают в успешные школы, уже доказавшие свою норму. Начать теннис с нуля очень сложно. Я помню те времена, когда власть там еще в седьмом году пыталась сделать большой турнир теннисный, еще какие-то были идеи. Но нужно понимать, многое зависит не только, например, от меня или сегодня от начальника, и директора департамента физкультуры и спорта Жанна Зорьевича Кузнецова, который очень эмоционально и правильно сейчас работает. Создать на пустом месте то, что никому, возможно, не интересно, из функционеров, очень сложно. В теннисе сегодня нет людей, которые приходят и отстаивают теннис. И делать это за них очень тяжело. У нас, я думаю, что... Кортов муниципальных нет. Корты почти все частные, все в аренду. Вот такая ситуация. Как-то ее попробовать менять, ну, чтобы... А тех инициатив, о которых я говорил, которые и так нужно вести, проявить сейчас инициативу еще по созданию большой теннисной школы, понимаете? Без людей, которые это будут реализовывать на местах, невозможно. Вот есть сегодня... За кого-то говорить. В тех виды спорта, которые я перечислил. Вот там есть люди фундаментальные, менеджеры, скажем так. Или хотя бы те, которые исторически несут этот вид спорта. Но там все получается. Потому что любые инвестиции должны замыкаться еще на личность. Инвестиции в никуда, это и путь в никуда. Если есть личность, способная тянуть той или иной проект, это будет эффективно. Если ее нет, ну, к сожалению. Эдуард, ну, буквально несколько секунд о пляжном волейболе. Это о тех, о которых я говорил в начале нашей программы, что они еще в ожидании своего сезона. Пляжный волейбол, волейбольный клуб Приморья. Они когда? Они с чего? Единственное, почему я, ну, так, цепляюсь за пляжный волейбол и пытаюсь его сохранить. Потому что в Владивостоке есть чемпион Европы, которому всего лишь 17 лет пляжному волейболу, и чемпионка России, которой 16 лет. У нас еще море, песок есть. Да. Вот есть люди. Опять же, есть люди, есть традиции. До меня были люди, которые культивировали пляжный волейбол красиво, делали здесь большие финалы. Возможно, я лично считаю сейчас, что неэффективно тратить такие деньги просто на двухдневное соревнование на центральной площади. Это моя позиция. И я не буду проводить такие финалы красочные за колоссальные средства, которые я узнал. Я лучше за средства в 10 раз меньше буду готовить этих ребят на лучших площадках по пляжному волейболу. Они пока в Анапе, в Италии, потому что в России всего две точки пляжного волейбола. Санкт-Петербург и Анапа. Но играют они в мировом формате. И мы сегодня поставили себе задачу взрослой парой. выиграть чемпионат России. Молодой парой попасть в сборную, выиграть Европой. Да, наши зрители не видят эту команду, но она есть, этот спорт есть. Они играют, они завоевывают нам медали в зачет. Спасибо. Сегодня мы эмоционально разговаривали с генеральным менеджером баскетбольного клуба «Спартак Приморья», волейбольного клуба «Приморья» и председателем совета при губернаторе по развитию физикликтуры и спорта в Приморском крае Эдуардом Сандлеров. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова